В администрации Сургутского района журналистам рассказали о мерах поддержки местных предпринимателей. В условиях санкционной политики гранты и субсидии особенно актуальны для развития малого и среднего бизнеса. Все подробности в материале наших корреспондентов. Более 23 миллионов рублей в этом году в Сургутском районе вложат в поддержку малого и среднего бизнеса. Причем вся сумма это средства самого муниципалитета. Из них только чуть меньше 3 миллионов поддержка от округа. Заявки на субсидии и гранты предприниматели подают самостоятельно. Например, на днях 16 субъектов малого и среднего бизнеса получили различные компенсации на развитие своего дела. Возместили затрату на аренду помещений, оплату коммунальных услуг и покупку оборудования. Сейчас в администрации ждут следующий поток желающих. И деньги есть. Можно компенсировать аренду до 200 тысяч рублей и можно компенсировать коммунальные услуги до 100 тысяч рублей. И в этом же направлении поддержки можно компенсировать оборудование, приобретенное оборудование тоже до 200 тысяч рублей. Можно второй вид субсидий – это возмещение затрат на контрольно-кассовую технику. Здесь компенсация до 20 тысяч рублей. И в этом году мы ввели сюда же в этот состав затрат фискальные накопители. Это тоже важно по просьбам бизнеса было сделано. В Тургутском районе малому и среднему бизнесу готовы возместить затраты на создание условий для маломобильных граждан, рекламу, профильное обучение сотрудников, консалтинговые услуги и даже установку счетчиков. Местные товаропроизводители готовы поддержать и на стадии получения сертификатов, декларирования и оформления других важных для развития дела документов. Для получения материальной поддержки важно, чтобы за организацией не было долгов перед государством. К тому же она должна быть официально зарегистрирована в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Оставить запрос можно через инвестиционный портал Сургутского района. Красный баннер – подать заявку. На сайте сложно будет не увидеть. Предпринимателю нужно будет выбрать тип поддержки, субсидия или грант и к назначенному времени принести документы. Будем принимать документы до 22 мая включительно. Мы намеренно делаем такой небольшой период, потому что будет принимать, соответственно, объявлять еще раз прием заявок после того, как подведем итоги за эти 10 дней. Потому что предприниматели иногда жалуются о том, что долго рассматриваем пакет документов. Делаем теперь короткими периодами. Вот мы принимаем с 13 по 22, по 23 число, по 23 мая. Сейчас товаропроизводители Сургутского района могут претендовать на еще один финансовый презент, участвуя в местном конкурсе «Предприниматель года». Заявки принимают до конца этой недели. Одна организация может претендовать на две номинации. Призовой фонд – 750 тысяч рублей. Главный приз – 200 тысяч рублей. Одна из новинок этого года – ввели награды за второе и третье места. Всего будет 15 главных номинаций и, конечно, дополнительные на усмотрение жюри. Завели новые номинации, например, такие, как «Будь здоров» – это для сферы здравоохранения. Например, «По жизни в пути» – это для транспортных услуг. «Строим в районе» – это строители у нас будут участвовать. Как на картинке – это сфера бытовых услуг. Есть еще некоторые новые номинации. Подгляну, «Мезоспорт» – это тоже спортивные, сфера спортивных услуг. И еще мы ввели номинацию «Бизнес для бизнеса» – это сфера консалтинга. Флагманский конкурс Сургутского района проводится только в шестой раз. За это время выросло число участников, номинаций и, главное для бизнесменов, объем призового фонда. Вырос и престиж. Значимость такого диплома могут проверить и потребители, оценив качество товаров и услуг победителя. Конкурсантов, так сказать, прошерстят по множеству параметров, в том числе по динамике прибыли, выручке, рабочим местам и уровню зарплат. Кстати, нет строгих требований к направлениям деятельности. Среди участников могут быть те, кто работает в сфере услуг, торговли и так далее. Победителей объявят в середине июня. Торжественная церемония состоится в Барсово.